Музыка Всем привет, мои ногтевые феечки! С вами ваша фея Юлия Лапшина, Нейлмастерская Тишевский Кот И сегодня продолжаем вас знакомить с торговой маркой Нартист Неоновая коллекция и немножечко множество других ништячков Поехали! Сегодня на обзоре несколько коллекций Несколько дернутых цветов из коллекции Обзор будет черти что и сбоку бантик Но главная цель этого обзора Девочки, показать вам то, что вы очень давно у меня и так очень требовательно просили Это небольшое количество цветов Бомбических цветов Я немножечко проспойлерю Новая коллекция Неон от торговой марки Нартист С данными зверями я поработала Есть о чем поговорить и есть что показать Давайте я немножко освежу вашу память Кто уже забыл, кто такие Нартисты Но историю создания компании я вам рассказывала в предыдущем ролике Так что кликайте на ссылочку, смотрите Нартисты 10 мл У них сырье немцы, производство Россия Красивый такой стильный зубырек Матовая крышка Цветовая выкраска и нумерация у них сбоку Мне не хватает это сверху Я вам уже говорила Все исходные данные, сроки годности, номер партии Все есть Гейдлаки трехфазники Наносятся на базу, покрываются топом Не имеют какой-то ярко сильно выраженной отдушки Не имеют ярко сильно выраженного запаха В некоторых цветах неонах Также вам немножечко спойлерну Запах немножко резче Но он нивелирующий Его фактически не чувствуется, если вы не нюхаете его Грубо говоря, носиком Что хочу сказать При работе с неонами В основном для бомбичности передачи цвета Именно чистых пигментированных неонов То есть не намешанных Лучше использовать спелую подложку Также это касается желтых и зеленых неонов В нартистах по большей части белая подложка не нужна Но на кривом выравнивании Или на буграх на моделировании Желтые и зеленые цвета Могут вам сыграть плохую службу Поэтому идеально шлифуйте поверхность вашего ноготка Или делаете хорошее выравнивание Тогда с неонами нартист проблем не будет Я хочу начать с цвета 431 Консистенция фактически у всех гирлаков нартист более-менее одинакова Разница только от разницы пигмента Посмотрите, какая прекрасно плющущаяся кисть Консистенция кисть не забивает Консистенция немножечко подтягивается Она не тянется сопелькой Гирлочки достаточно разжижены Для удобства нанесения и быстрого самовыравнивания Давайте я его нанесу Это желтый неон, девочки Он немножечко намешанный Но все-таки больше в нем чистого пигмента Количество материала на кисти вы видите Этот цвет имеет небольшой рисковатый запах Как вы помните, все неоны после полимеризации в лампе Немножечко седеют со своим цветом Но приходят в норму после покрытия топом То, о чем я вам говорила Видите, немножко неровный тип К сожалению, Алиэкспресс нас с качеством не балует И этот гирлак немножечко начинает козякать Посмотрите, сильного выгорания нет Но неоны Нартиста отличаются небольшой фишкой Дисперсия у них сохраняется, но цвет как бы мотовеет Какой-то определенной конфликтности с материалами Нейл Клаба, Эймия или Флаймери Я у Нартиста не заметила в неонах Из-за более разжиженной консистенции гирлак очень быстро самовыравнивается Главное, не делайте бугры 434-й, так же как и 431-й Его лучше наносить на хорошо смоделированные, зашлифованные Либо на небугристые гирлачные ногти По той простой причине, что это тоже немножко больше чистый неон, чем разбеленный Консистенция очень быстро самовыравнивается Гирлаки достаточно жидковаты, градиент с ними получается быстро Френч с ними делать не очень удобно Как вы видите, гирлак этот тоже мотовеет Дисперсия на нем сохраняется, девочки Это обуславливается стабилизатором для неонового пигмента Как вы видите, они не сильно выгорают в лампе, но все равно выгорают Третий цвет неоновой коллекции это 437-й Здесь уже более намешанный цвет, не чистый Поэтому с ним проблем при покрытии у вас не будет Можете немножечко закосячить ваше выравнивание, но не сильно Пигментация огонь, полутора слойничек Самовыравнивание очень быстрое Кисть плющится быстро Синусы заходят хорошо В лампе эти цвета горят огнем, как вы понимаете, поскольку это неоны Давайте сейчас продублируем Очень понравилась консистенция Консистенция жидковастенькая При этом она не течет по базе, если у вас база до этого никуда не затекла И очень быстро гирлак самовыравнивается 440-й Когда-то меня спрашивали, где найти ядерный алый неоновый цвет Девочки, вот он Давайте я его нанесу вам, покажу Кисти нартестов я сейчас не прилагаю усилий Вы видите, как он плющится Она, оно Этот гирлак абсолютно удовлетворил моим потребностям Я считаю, что данным гирлаком я могу заменить Эймевский Поскольку стоит он дешевле, самовыравнивание у него лучше Кисть мне нравится больше и он абсолютный однослойник Предпоследний оттенок неона на сегодняшнем обзоре это 446-й Это очень сильно разбеленный баблгам Девочки, на самом деле в коллекции неон от Нартист очень много неонов У меня только 6 на обзоре Как вы видите, это фактически абсолютный однослойник Единственное, что консистенция у него немножечко погуще Но это обуславливается, скорее всего, наличием пастели Да, что это не чистый розовый, а намешанный Давайте продублируем Как вы видите, выгорания у него немножечко больше Если сравнивать с предыдущими Ну, девчонки, я этот гирлак наносила в один слой на клиенте Я этим гирлаком рисовала клиентке Френч Потому что для меня такая консистенция и пигментация для Френча более удобная Последний оттенок неоновой коллекции Которая сегодня есть на обзоре Это 449 Если сравнивать с эйфорией от Эмми, девочки Эйфория Эмми в гирлаках неонах немножечко темнее Но этот цвет мне определенно нравится намного больше Он двухслойник, но двухслойник он чисто для насыщенности Распределение у него и самовыравнивание молниеносное Не давите на кисть Количество материала на кисти вам видно Как вы видите, второй слой это нивелирование каких-то своих косяков Особо какой-то пигментации он не добавляет Самовыравнивание у него также вторым слоем идет как по маслу Нравится зверек Далее, девчонки, мне прислали два оттеночка из коллекции Огни столиц Это 168 и 167 167 цвет это Сантьяго Это вот такой вот шиммерный, густоватый, немножко забивающий кисть гирлак Он на черной подложке Естественно, девочки, самовыравнивание из-за того, что в нем блестки будет немножко хуже Вам придется контролировать, смотреть, потому что гирлак достаточно пастообразен Но распределяются блестки достаточно легко Вы не будете сильно с ними ковыряться Опять же, у кутикулы прокрашивайте отдельными кистями Из-за того, что это блестки, нам придется продублировать обязательно Достаточно густая консистенция Очень трудно отжать кисть То есть, все-таки кисть немножко бьется этими блестками Блестки здесь достаточно крупные На второй слой пигментации больше Естественно, черная витражная подложка ложится плотно Но все-таки как-то в этом цвете мне что-то не хватает Какой-то он очень странный Последний цвет из коллекции Огни столиц Это 168 Гонконг Это вот такая тоже пастообразная достаточно субстанция Подтягивающаяся с красными блестками Это не шиммер, это именно блестки Кисть нартистов достаточно плохо работает с этой консистенцией Она становится очень непослушной Мне это не очень нравится Блестки распределяются равномерно Нигде ничего не торчит Пигментация достаточная Самовыравнивание очень такое ленивое И для того, чтобы добавить большей бомбичности В этот красный глубокий оттенок с блестками Надо его продублировать Из-за более разжиженной воздушной консистенции Данные гель-лаки у вас будут просыхать Даже в маломощных лампах Хотя я вам это не советую Давайте продублируем Естественно, в таких эффектных гель-лаках Лучше всего прокрашивать кутикулу отдельными кистями Потому что из-за пигмента Кисть немножко встает в распор И очень плохо собирается назад На второй слой все горит, сверкает Красенький, любится веником Так что для тех, у кого есть приготовление к Новому году И девочки любят поблястеть Очень даже very well Далее, девчонки, последние четыре оттенка Это коллекция Pastel Shine и Vanilla Sky Могу сказать так По пререгативе работы мастера Вы просили на выкраску эти коллекции На артиста решили дать сборную солянку Скажу от себя У меня какое-то очень двойственное чувство к данным коллекциям Потому что пигментации там не очень Я бы, скорее всего, назвала бы эти коллекции Больше эффектно-шиммерные для эффекта градиента на цвете Ну, давайте смотреть 902 номер Это коллекция Vanilla Sky Это вот такая вот витражноватая С крупноблесточным таким вот шиммером Тягучая консистенция Почему говорю, что лучше всего для растяжек Потому что эта консистенция не приспособлена Для таких шиммерных оттенков, девчонки Она забивает кисть Поэтому кисть становится похожа на небольшую неудобную лопатку Посмотрите Здесь очень еле-еле прокрашенная подложечка Сияние потрясабельное Но я, если честно, предпочла бы таким гирлаком Делать бы какую-нибудь растяжечку в стиле амбрешечки Именно на каких-то розовых оттенках Потому что мне кажется, что натюрель такой цвет Будет красиво смотреться только на френче Ну и плюс нанесение из-за того, что забитая кисточка Не очень удобная Давайте продублируем Дублирование дает более сильный прокрас Именно цветной подложки Он очень нежен, девочки Я так думаю, что это маникюр, знаете, школьниц, невест Тех, у кого такой сильный дресс-код на работе Блесток здесь валом, блесток здесь дуром Блестки распределяются Очень хорошо, ни бугрят, ни кенгурят Не нравится, что блестки не работают с кистью в паре Второй оттенок из ванилоскай Это фрешминт 906 Девчонки, это такая же консистенция Забивающая кисть Давайте я не буду повторяться Это ментоловый оттенок Давайте я его нанесу Сразу скажу, что, например, на камуфлирующей базе Данный ментоловый оттенок Он смотрится не так ярко Лучше использовать, например, какую-нибудь молочную или белую базу Тогда цвет будет ярче, насыщеннее Очень красивый холодный морозный цвет Как прям, знаете, иней зимой Очень красивый Дублирование я выжимаю абсолютно кисть, девочки Он также немножко на второй слой выдаст подложечку Такую очень мягенькую, нежненькую, ненавязчивую И добавит блесточности И последние два оттенка на сегодня, девочки Это коллекция Pastel Shine В цвете 952 Отличие ее от ванилоскай, девочки В том, что у нее этот шиммер более дробленый Да, более, как вам сказать, такой сильный Как иголочки, как кристаллики Но, между прочим, эта консистенция Менее забивает кисть И кисть приходит в себя Самовыравнивания у данных гель-лаков фактически нет Но шиммер, блесточки, шиммер, назовите как хотите Распределяется достаточно однородно И не бугрит, не кенгурит Никто не говорит, что их нельзя компоновать между собой Да, просто нужно ли Здесь прям такое ощущение, как, знаете, битых кристалл пиксин И ноготочки Естественно, я советую вам, новички Перекрывать данные эффекты в гель-лаках топом С достаточной такой, знаете, густой структурой Чтобы он умудрился самовыровнять вот эту вот поверхность Потому что все равно она неоднородная И последний оттенок на сегодня Это коллекция Pastel Shine Frosty Ну, это прямо синий-синий И не лег направо Да, у меня отпуск скоро А я, блин, мечтаю о зиме Эти же пассатижи Что я за человек Да, здесь, как вам сказать, девчонки Можно нанести достаточно моделирующим слоем Поскольку это очень достаточно размусыванные Господи, как сказать так Гель-лаки повышенной муссовости Да, и они в любом случае у вас просохнут Как вы видите Достаточно низкая степень самовыравнивания Но весь тот глиттер, который запихнули Нартисты Вовнутрь этой бутылки Не бугрит, не кенгурит Вот, то есть здесь просто будьте осторожны Ну, я так думаю, что у большинства мастеров Эти гель-лаки нашли отголосок в каких-нибудь амбрешных дизайнах Потому что смотрятся они на растяжку очень красиво Давайте я срезюмирую вам немножко Девчонки, как всегда торговая марка Нартист Меня поражает своим качеством Своими гель-лаками И для вас уже ни для кого не секрет Что это стала третьей моей любимой маркой Из тех новичков, с которыми мы с вами знакомились на моем канале Конечно же, есть специфические цвета По пререгативе работы мастера Скажу так Вы не зря меня просили проверить коллекцию неоновых оттенков От торговой марки Нартист Бо, она трямчиширско-бамбичная Есть, конечно, цвета, которые в силу условия работы пигмента Немножечко козякают Но, как вам сказать, я уже к этому привыкла Даже в моей любимой коллекции неонов От Эйниш, желтый и зеленый Они такие же козяристые И из-за того, что они достаточно густые С ними бывают небольшие проблемы Нартисты в этом плане мне по работе понравилось больше Жалко, что неонов я посмотрела Нартистам достаточно маловасто Кстати, если вы хотите увидеть какие-то другие коллекции Или какие-то цвета определенные Пишите в ролике под видео Пишите Нартистам И мы обязательно уговорим их на еще одну трансляцию Напоминаю, девчонки, что сырье у Нартистов немцы Производство России Гирлаки не имеют каких-то резкоспецифических запахов А кроме а неоновых Имеют удобную кисть Достаточно удобную консистенцию Гирлаки-трехфазники наносятся на базу Покрываются топом Не забывайте, пожалуйста Что с шиммерными гирлаками Лучше работать тонкой кистью у кутикулы Ну а с вами была Юлия Лупшина Нейл-мастерская Чеширский кон Ссылку, где купить, оставлю в боксике под видео С вас подписка Нажать на колокольчик И поставить палец вверх Вашему любимому тряму Всем тряму, мои ногтевые феечки До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok